В эфире итоговый выпуск программы Букинформ. Я Павел Белявский и корреспонденты информационного отдела расскажут о том, какими событиями была отмечена прошедшая рабочая неделя. Что интересного нового произошло в городе Бресте. Коротко о главных событиях. Важное событие. Впервые в истории Брест занесен на республиканскую доску почета. На Брещене стартовала республиканская акция Белорусского Республиканского Союза Молодежи «Подары новородженному вышиванку». В рамках мероприятия активисты организации посетили Брестский областной роддом и подарили вышиванке обереги детям, родившимся накануне государственного праздника – Дня Независимости. Потребительская кооперация Беларуси отмечает столетний юбилей. О деятельности крупной многоотраслевой структуры сегодня и планах ее представителей на будущее расскажет наш корреспондент Анастасия Стропко. Важная новость перешла в город над Богом из столицы Беларуси в конце июня. Брест занесен на республиканскую доску почета. Впервые в истории указ, в соответствии с которым областной центр Брещен и победитель, был подписан главой государства Александром Лукашенко 23 июня. 29-го состоялась торжественная церемония открытия обновленной доски. Мероприятие прошло в Минске на площади государственного флага. Подробности в первом материале выпуска. Предприятия, регионы и населенные пункты, лучшие по показателям социально-экономического развития, на республиканскую доску почета заносят почти два десятилетия. В 2017-м на стенде 68 имен передовиков. В числе лидеров областной центр Брещены. И это не просто запись, это признание заслуг, гордость и стимул для дальнейшего развития. То, что 2016-й год был признан удачным, здесь очень много составляющих факторов. Это и экономика, это и строительный сектор, это и социальная сфера. То есть это сложные синтетические показатели, которые в итоге вывел нас вместе с Гомелем на передовые места. Вместе с тем мы видим те ресурсы и те резервы, которые необходимо в 2017-м году более активно использовать. Прежде всего это, конечно, прямые иностранные инвестиции в наш город. Мы многое сделали для того, чтобы город Брест стал узнаваемым. Мы очень ведем сейчас широкую информационную кампанию по тысячелетию. И мы очень желаем, чтобы инвестор, видя перспективность города Бреста, приходил сюда и вкладывал деньги в производство, в сферу обслуживания, в сферу туризма. И вот это, наверное, приоритет этого года. К слову, процесс привлечения инвесторов имеет свойство постоянства и не имеет выходных или праздничных дней. На днях мэр Бреста Александр Ирогачук встречался с представителями одного из мировых лидеров общепита. И, похоже, скоро объект этой сети появится в областном центре. Состоялась моя встреча с инвестором, который все-таки желает построить Макдональдс в нашем городе. Желает инвестор построить Макдональдс. Желает вложить сюда 3 миллиона долларов. Создать рабочие места. Ну, слушайте, ну это же здорово, наверное. Но побудительным мотивом именно инвестора явилось то, что он везде слышит город Брест на слуху. Понимаете, что город является городом-пассионарием, как я всегда говорю. Поэтому здорово. Планов очень много, и мы все решим. Областной центр движется к своему большому юбилею. Строительство и реконструкции различных, в том числе и социальных, таких как школы, детский сад, объектов, а также дорог идет практически повсеместно. Вместе с тем подготовка к празднику заключается не только в этом. Помимо строительного компонента мы должны очень четко думать об экономическом базисе, об экономике нашего города. А вот почему, конечно, приоритет это экспорт. Экспорт, чтобы все работали так, как работает Санта, как работает Саушкин продукт, как работает Гефест. Я не буду скрывать, что есть проблемы с нашим предприятием Брест-Сельмаш. Я не буду скрывать, что на Бемзе не так все хорошо, как хотелось бы. В принципе, наверное, и такое предприятие, как ГСКБ, могло бы быть более успешным с точки зрения экономики, а то получается, каждый месяц у них уже начинаются проблемы с выплатой зарплат. Поэтому поле впереди неперепаханное очень большой деятельности городской власти. Но самое важное, что дает нам основание верить в то, что у нас все получится, это сами брещане. Активные, любящие свой город, имеющие свою гордость, имеющие свое видение развития города. Город набрал хороший темп и к важной дате подойдет во всей красе. Однако, и это особенно подчеркивает Александр Рогачук, на 2019-м планы и программы развития Бреста не заканчиваются. Жизнь после тысячелетия есть, и это точно будет яркая жизнь. Молодого и цветущего, но уже умудренного опытом десяти веков белорусского города. Кстати, о цветущем Брест был и останется зеленым городом. Сейчас уже в планах, помимо парка Тысячелетия, который уже однозначно обозначен распоряжением президента, мы хотим заложить два сквера. Два хороших сквера, которые давно уже в городе Бресте не закладывали. Вот в настоящий момент тот перекресток, который есть улица Октябрьской революции, улица Волгоградская, там такой пустырь. По плану там должна была быть большая парковка. Ну зачем она там нужна? Да, надо определенную часть подпарковочных мест ставить, но мне кажется, в том уголке прекрасно смотрелось бы сквер. В общем, было бы красиво и современно напротив церкви иметь хороший сквер. Скорее всего, работники госполкома во главе со мной осенью начнут эту работу. В настоящее время Брест красуется сразу на двух досках почета – областной и республиканской. Без преувеличения это настоящая победа. Но победить мало лидирующие позиции, важно удержать, уверен брестский городоначальник. И возможности для этого есть. А главное, есть люди, которые искренне любят свой город, гордятся им, трудятся ради его развития и процветания. Мы прекрасно понимаем, что не от личности руководителя города, не от личности команды, управляющей городом, хотя во многом, конечно, и от этих факторов зависит успех и развитие города. Прежде всего, это труд каждого, который живет в городе. И вот эта синергетика – это наложение векторов сил и дает движение города вперед. Поэтому то, что город Брест на доске почета – это заслуга каждого горожанина, каждого работающего в городе Бресте. Это самое главное. Поэтому это общий успех, это общее достижение, которое ни в коем случае не дает лично мне, руководству города, основания для того, чтобы расслабиться. Анастасия Стропко, Эдуард Бакунович, Денис Величкевич, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. Накануне Дня Независимости Белорусский Республиканский Союз Молодежи в очередной раз дал старт широкомасштабной акции «Крыница натхнения». В рамках нее символичное мероприятие под названием «Подары новородженному вышиванку». Его участники, по задумке организаторов, – мамы и дети, родившиеся накануне государственного праздника и непосредственно 3 июля. Активисты Брестского областного комитета БРСМ среди тех, кто всегда в первых рядах. Как и в прошлом году, они поспешили в областной роддом, чтобы вручить символичные подарки распашонке-вышиванке. О том, как это было, о тех, кто родился накануне Дня Независимости, пойдет речь в нашем следующем сюжете. В Брестском областном роддоме своя атмосфера и создают ее мамы счастливые от волнительного ожидания чуда или уже впервые взявшие на руки свое, единственное. Накануне Дня Независимости Республики Беларусь 20 молодых пациенток вместе с новорожденными получали подарки от гостей из общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи». Первые активисты области и города поздравили женщин самым главным событием в их жизни. Пожелали здоровья малышам, а родителям – воспитать настоящих патриотов своей страны. Не случайно же дети появились на свет накануне символичного для государства дня – Дня Независимости. А защищать малышей как раз-таки будут подаренные обереги. Что такое вышиванка, что такое Белорусский народ? Это прежде всего оберег молодому человеку или девочке, которая сейчас рождается и будет сопровождать всю его оставшуюся жизнь. Могу сказать, что в День Независимости все, кто родится в том числе, то есть не только в преддверии, а и в День Независимости тоже получат такую вышиваночку от наших территориальных комитетов. Плюс еще первый родившийся получит подарок и мать, и отец, и непосредственно вся уже семья. Брещанка Елена Шевчук с появлением дочери стала обладательницей гордого звания многодетной матери. Пока женщина этого факта не осознала. Мысли только о том, чтобы скорее оказаться дома в кругу семьи. Молодые родители уже знают, как назовут свое чадо, и абсолютно убеждены, их ребенок станет патриотом Беларуси. И есть у кого учиться. Отличный пример – мама и папа. Событие такое, еще и перед праздником таким большим, ну как бы, я не знаю. Ребенок будет путевым. Да, будет чисто кровным белорусом, белорусской. У другой мамы пациентки Бресского областного роддома первый долгожданный ребенок. Женщина, может быть, пока и не в полной мере успела ощутить радость материнства, однако уже с искрящимися от счастья глазами поделилась с нами своей радостью. Появление на свет малыша накануне государственного праздника стало приятным сюрпризом для Брещанки. Это продолжение нашего человечества и, само собой, города. Для независимости это и честь, и, не знаю, даже, какая-то торжественность даже такая, какая-то значимость в этом есть. Девочка будет обязательно патриоткой? Конечно, как мама. Мама патриотка, само собой, дочка будет. В Брестском областном роддоме за пять месяцев 2017 года появилось на свет 2371 новорожденные. Только в мае число детей составило 502. В среднем в учреждении здравоохранения в сутки рождается 17 малышей. По-прежнему Брестская область, что называется впереди планеты всей, в нашем случае республики. Рождаемость на Брещене на первом месте. Брестская область не сдает своих позиций в отношении, в сравнении с другими областями республики Беларусь. Если брать естественный прирост, если анализировать естественный прирост, то это можем сказать чуть позже, скажем так, когда у нас будут статистические данные за шесть месяцев. Это будет наиболее правильно. Но родов немножко меньше стало по Брестской области, как и по республике. Но, тем не менее, мы держим свои позиции. Акция БРСМ будет проходить до 4 июля во всех регионах Брестской области. Участниками ее станут порядка 500 самых юных белорусов. Им будут подарены ценные подарки – вышиванки. Издавна орнаменты считались оберегами, а значит, новорожденный, получивший такой сувенир, будет под надежной защитой. София Бережная, Григорий Пекарский, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. Брест стал лидером. И в этом заслуга всех жителей городом, которые денно и ночно заботятся о том, чтобы каждый нуждающийся получил необходимую помощь и обслуживание. Чтобы, заходя в магазин, мы приобретали только качественные и вкусные продукты. Чтобы дороги радовали своей легкостью и безбарьерностью, а улицы – чистотой и ярким убранством. Брещане, как и белорусы в целом, умеют трудиться, любят свой дом и хотят, чтобы царил здесь всегда мир и покой. А потому и то, что город приобрел статус лучшего в стране – не случайность, а логичная закономерность – итог реализации большого плана по развитию и становлению областного центра. Знаменательно и то, что почетное звание Брест приобрел в преддверии главного государственного праздника – Дня Независимости. Именно такие особые торжества дарят радость и свет, вселяют веру в счастливое будущее. Отражают искреннюю и неподдельную любовь к своей родине – Республике Беларусь. Это мой дом, это моя семья, это моя земля. Я уже 30 лет здесь живу, для меня она уже стала домом. Мне здесь хорошо и уютно, чисто, красиво. Ну, это дом, по сути, это наш дом. Дети родились здесь, замуж вышла здесь. Все здесь, внуки родились здесь, все здесь стало. Доктор желательно относится, гостеприимно. Ну, люди очень вежливые, воспитанные. Свободная, независимая наша страна. Ну, что приятно жить в такой стране. Хорошо, мирно, спокойно. Да, все хорошо. Все более свободное, что приятно. Ну, и опять же, мирное, спокойное. Это то, что можно выделить в сравнении с другими странами. Уже в понедельник на улицах областного центра будет звучать музыка. На главных городских площадках будут выступать артисты и музыканты. Однако Брест уже живет в предвкушении праздника. Обрещание с удовольствием поздравляют друг друга с этим важным для каждого государства днем. Здоровье все-таки. И оптимизма побольше. Самое главное – здоровье. Здоровье и, наверное, процветание Беларуси. Чтоб белорусов любили везде, во всем мире. Чтоб уважали белорусов. Чтоб было все хорошо. Самое главное – чтобы у нас не было войны. Мира, любви, богатства, благодетель, детьми. Все самое лучшее. Мирного неба над головой. Это в первую очередь. Ну и, в принципе, здоровье будет, здоровье будет, все остатка. Быть более открытыми и перестать бояться чего-то. И наслаждаться тем, что есть. И ценить то, что есть. Очередная акция в рамках большого профилактического проекта «Здоровое сердце. Залог успеха» состоялась на Брещене. Консультации врачей-специалистов, диагностические процедуры, а также лекции, семинары – все это ждало сотрудников открытого акционерного общества «Остромечево». За ходом мероприятия понаблюдала и наша съемочная группа. Тему продолжит Анастасия Остробко. Бухгалтер открытого акционерного общества «Остромечево» Людмила Остриха возможности проверить состояние здоровья, что называется, не отходя от рабочего места, очень рада. Женщина уверена, такая форма профилактики необходима. В первую очередь, как еще одно, далеко не лишнее напоминание о том, что предупредить болезнь проще, чем потом лечить. Мне очень нравится, что приехали доктора к нам. Но у нас еще в деревне есть такой вопрос, чтобы еще уговорить мужчин прийти на эту акцию. Потому что женщины с удовольствием, конечно, подтянутся и придут, и обследуются. Наверное, мужчины шоу в деревне, шоу в городе, очень тяжелые на подъем. Особенно пойти к доктору – это для них очень большая проблема. А так, думаю, что да, очень много людей сегодня придет, обследуется. По максимуму, все, что возможно, пройдет. Солидарны с мнением Людмилы Владимировны и ее коллеги. С раннего утра сотрудники предприятия спешили принять участие в акции. Кто-то пришел измерить давление и уровень сахара, кто-то – за консультацией врача-специалиста. Были и те, кто решил сделать кардиограмму и проверить остроту зрения. По словам докторов, которые отвечают за здоровье жителей Остромечева ежедневно, ответственное отношение к данной теме постепенно становится нормой. Состояние здоровья своего участка я знаю очень хорошо, потому что почти всю жизнь проработала здесь. И иногда знаю не по фамилиям, а по болезням. И хочу отметить, что в последние годы, благодаря целенаправленной политике нашего государства на здоровый образ жизни, именно в сознании людей произошел существенный поворот на то, как сберечь свое здоровье, как его сохранить. В рамках акции ее участники имели возможность проверить работу не только сердечно-сосудистой системы, однако именно ей было уделено повышенное внимание. В нашей стране, как и во всем мире, болезни сердца и сосудов занимают первое место среди причин инвалидности и смертности. В Брестском районе порядка 10 тысяч человек состоят на особом контроле врачей. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний является одной из задач государственной программы здоровья народа и демографическая безопасность. Поэтому мы проводим такого рода акции. Цель этих акций – привлечь работников предприятий, населения города Бреста и Брестского района к этой проблеме, чтобы люди были мотивированы на сохранение и укрепление здоровья, на здоровый образ жизни. Акция «Востромечиво» – только часть большого проекта. До конца года специалисты Брестского зонального центра гигиены и эпидемиологии организуют подобные мероприятия еще на нескольких предприятиях города над Бугом и района. Потребительская кооперация в Беларуси отмечает столетний юбилей. Эта крупная многоотраслевая структура представляет значительную часть экономического потенциала страны. Она является основной системой, обеспечивающей торговое обслуживание сельского населения. В настоящее время потреб кооперации объединяет около 700 тысяч членов-пайщиков, обеспечивает занятость свыше 86 тысяч, а обслуживает 3,5 миллиона человек или более 36% населения. Брестский облпотребсоюз в общей республиканской структуре занимает одно из лидирующих мест. На текущей неделе в областном центре состоялось торжественное мероприятие, посвященное важной дате. Подробности в материале Анастасии Стропко. Важная дата вековой юбилея – хороший повод подвести итоги. Брестский облпотребсоюз имеет не один повод для гордости. По результатам работы в 2016 году Брещина заняла второе место в системе потреб кооперации республики. В торговле и промышленности областной союз и вовсе лидер. Пять из десяти районных потребительских обществ. Передовиков в стране – представители Брещины. Действительно, успехи есть, успехи есть. И это успехи – это заслуга коллективов, всех, которые работают, поскольку эти успехи сами по себе не пришли. Поэтому каждый внес, каждый регион, каждый район, каждый райпо внесло определенный вклад, кто-то в большей степени, кто-то в меньшей, в общую копилку, скажем, нашей системы. Потребка операции имеет не одно направление деятельности. Однако лидирующие позиции всегда были и остаются у торговли. Притом последние имеют большую социальную нагрузку. Далеко не каждый частник готов работать в сельской местности или маленьких городах. Обеспечивают доступность товаров народного потребления представители именно этой структуры. Потребительская кооперация, особенно в сельской местности, на сегодняшний день выполняет свою функцию в полном объеме. Берет на себя одну из самых существенных нагрузок по обеспечению сельского населения не только товарами, но и услугами, и связью, скажем так, между селом и городом. И сегодня они внесут в первую очередь социальную функцию – это обеспечение сельского населения. И роль его достаточно высока. Специалисты, занятые в потребкооперации, признают, в работе есть немало проблем и вопросов. К тому же высок уровень конкуренции. Однако это не пугает, скорее наоборот, заставляет развиваться, искать новые формы и методы работы, совершенствовать технические процессы и модернизироваться. К примеру, из года в год все больше магазинов, структуры приобретают новый современный вид. Увеличивается товарный ассортимент, улучшается качество обслуживания. Я считаю, что главное в моей работе – это правильно заказать товар, чтобы была здоровая конкуренция, цены, чтобы были хорошие в магазине. Во-первых, товар должен быть всегда свежий, чтобы не было просрочки в магазине, чтобы люди не нарекали. Уровень работы по достоинству оценивают потребители. Я довольна. Ассортимент, я считаю, что нормальный. Обслуживание тоже хорошее, девочки культурно общаются и обслуживают. У меня к этому магазину претензий нет, поэтому я сюда часто и хожу. Одним словом, Брестский облпотребсоюз вместе с республикой вступает в свое второе столетие со знанием дела, наработками и определенными успехами, а также планами, задачами и целями на будущее. Наша основная цель потребительской кооперации и при ее создании – это торговое обслуживание и, в первую очередь, преимущественно сельского населения, поскольку из 1630 торговых объектов 1430 объектов это находится на селе, поэтому наша задача – усовершенствовать торговлю сельского населения, чтобы сельский покупатель, как и когда-то говорили, чтобы не ощущал разницы между уровнем обеспечения товара товарами народного потребления, что в городе, что на селе. Это первая наша задача. Ну а для этого нам в этих сложных условиях необходимо стабилизировать финансовое положение всех наших организаций, всех наших райпо. У нас есть программа, и как и в прошлом году, мы практически все ее выполнили успешно. Я думаю, что и в этом году все наши намеченные планы будут непосредственно выполнены. Анастасия Стропко, Эдуард Бакунович, Денис Величкевич, Антон Луковкин. Специально для итоговой программы. Человек-легенда. В его послужном списке немало почетных и ответственных должностей, таких как министр иностранных дел Беларуси, старший научный сотрудник отдела информации Национальной академии наук, чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в Японии. Все это о Петре Кравченко. Сегодня он продолжает свою дипломатическую миссию, правда, уже в культурном векторе. Петр Кузьмич – профессиональный коллекционер аутентичных предметов белорусской культуры, которые после он представляет для обозрения в рамках выставок и экспозиций. Накануне Петр Кравченко посетил областной центр и в художественном музее Брестской крепости представил свою коллекцию уникальных исторических артефактов разных лет. Анастасия Ноздрин-Плотницкая с подробностями. С Беларусью у сердца – пейзажные фотосдымки Теофила Эугению Шабаретти. Вернисаж под таким названием привез в Брест Петр Кравченко. Выставка разделена на четыре тематических блока, каждый из которых имеет свою культурную ценность. Все они рассказывают о давно забытых страницах отечественной истории, о том, что важно и нужно знать каждому уважающему себя белорусу. Особый раздел отведен Брестскому региону. Третий раздел – это уникальные четыре топ-лоты, присвеченные Берастейшими. Это абсолютно уникальная, амальняя, вельми редкая литография гравера Эрика Янсена Дальберга 1696 год, свядомой книги Пуффендорфа присвечена королю Швеции Густаву Карлу XI. И на этой литографии показана облога шведами 13 мая 1657 года города Бреста, города Береста. На латинской мове идея легенда. И выдатна бачна панорама историчного Бреста. Костелы, коллегиями католитские, синагога, палации. На встречу с Петром Кравченко пришло большое количество истинных ценителей культуры и искусства. А потому за мгновение встреча в обычном формате переросла в большой открытый диалог. С приветственным словом к автору обратился мэр города Александр Рогачук. Он отметил особую значимость миссии, которой посвятил себе Петр Кузьмич. И подчеркнул, для Бреста Петр Кравченко был и останется хорошим другом, которого здесь всегда рады видеть. Особенно с интересными предложениями. Кстати, одно из них – внесение тысячелетнего юбилея Бреста в список мероприятий ЮНЕСКО. Александр Рогачук отметил особенно. На самом деле юбилей города Бреста – это европейское событие. Очень многие исторические события в Европе напрямую связаны с нашим городом. И абсолютно логично. Спасибо, что вы нам подсказали, что если мы каким-то образом сейчас вовлечем в этот процесс и наши соседние государства. Я просто хочу от имени всех брещан сказать спасибо за добрые отношения. Мы сделаем все возможное, чтобы выполнить, что Брест – это место. Вернисаж о Беларуси открылся в художественном музее в преддверии Дня независимости Республики. И в этом есть особый символизм. Петр Кравченко привез в Брест то, что рассказывает нам об истории страны, о том, с чего все начиналось. Знаменитая мудрость гласит – без прошлого нет будущего. И только зная свои истоки, уважая традиции, можно строить сильную и процветающую Беларусь. Такой яркой и насыщенной событиями была прошедшая рабочая неделя. Все материалы, которые вышли в эфир, вы можете найти на сайте нашей телекомпании буктв.бай, а также на нашем канале в YouTube. А я напоминаю, на Буктв работает горячая телефонная линия. Звоните по номеру 20-63-67. Делитесь своими проблемами, и мы попытаемся найти способ решить их. Далее в программе прогноз погоды на ближайшие дни. А я, Павел Белявский, с вами прощаюсь. Хороших вам выходных дней, с добрыми новостями и до встречи в эфире. 2 июля погоду в городе Бресте в основном обусловят активные фронтальные разделы, смещающиеся с Западной Европы и свежие воздушные массы балтийского происхождения. На большей части территории пройдут кратковременные дожди. Днем местами сильные дожди. В отдельных районах – грозы. Температура воздуха в ночные часы будет колебаться в пределах 16-18 градусов выше нуля. Температурный фон дня – плюс 15-17. 3 июля погоду продолжат формировать атмосферные фронты, уходящие на территорию России. Начнет распространяться область повышенного атмосферного давления. Пройдут кратковременные дожди. Днем возможны грозы. Температура воздуха в ночные часы – плюс 12-14. Днем столбики термометров поднимутся до отметки плюс 20. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова